Здравствуйте, дорогие друзья! Теперь у нас следующее приключение. Второе. Бибигон и калоша. Если б вы знали, какой он сорванец и проказник, увидев сегодня калошу мою, он потащил её прямо к ручью и прыгнул в неё, и поёт, вперёд, моя лодка, вперёд! А того не заметил герой, что калоша была в здоровье. Только пустился он в путь, как уже начал тонуть, кричит он и плачет, и стонет. А калоша всё тонет и тонет. Вот смотрите, калоша, а это бибигон у нас, и она начала тонуть, потому что там была дырка. Холодный и бледный лежит он в воде, его треуголка плывёт по волне. Но кто это хрюкает там у ручья? Это любимая наша свинья. Схватила она человека и к нам принесла на крыльцо. И внучки мои чуть с ума не сошли, когда беглеца увидали вдали. Это он, это он, бибигон, целует его и ласкает, как будто родного сынка своего. И, уложив на кровать, начинает ему напевать. Баюшки бою, бибигон, спи, засыпай, бибигон. А он, как ни в чём не бывало, вдруг сбросил с себя одеяло, и, лихо вскочив на комод, хвастливую песню поёт. Я знаменитый капитан, и мне не страшен ураган. Вчера я был в Австралии, потом поехал далее, и возле мыса Барнаум убил 14 акул. Что поделаешь с таким хвастунишкой? Я хотел сказать ему, что хвастаться стыдно, но он тут же минуту умчался, в ту же минуту умчался во двор к новым приключениям и шалостям. Вот такой непоседа был бибигон. На этом закончилось второе приключение. Всего вам доброго! Пишите комментарии. До свидания!